Виктор, расскажите, пожалуйста, о выставке. Как вы распределили рисунки по отдельным залам и почему? Выставка называется «Словарь художника» и представляет собой интимнейшую часть работы. Это работа, которая практически не предназначена для зрителя. Это подготовительные рисунки, очень камерные рисунки. Но здесь есть и две комнаты, где другого типа рисунок. Поскольку здесь три помещения, мы решили, что каждый зал будет решен по-своему и тематически будет организован как определенное единство. Этот первый зал называется «Прогулка на роликах». И это рисунки, как раз рисунки более-менее выставочные. Они представляют собой такое сочетание игрового, детского, легкого начала. Здесь, где мы находимся, это помещение библиотеки. Здесь часть серии рисунков, которые выполнены в технике акварели и уголь. И это называется «Поэт о заснеженном городе». Вся эта, можно говорить, что эта серия, выполнена в начале 80-х годов, 83-й, 85-й, 87-й год. И представляет собой некоторые единства, эмоциональное и формальное. И, наконец, третий зал, третье пространство. Рисунки практически с сегодняшнего дня. В любом случае, после 2005 года. И этот зал называется «Целующее дерево». Он представляет собой такое путешествие в центр человека, эмоциональный, экзистенциальный центр. И многие из этих рисунков имеют такой драматический характер. Вот примерно так в общих словах композиция всей выставки. Я хотел бы вернуться к названию. Словарь художника. Дело в том, что в процессе творчества любой художник вырабатывает свой язык. Под языком художника, как правило, понимается целый ряд формальных признаков. То есть он работает, допустим, с густым красочным слоем или, наоборот, лёгкими прозрачными мазками. Работает маслом или акрилом. В большом формате или в малом. Вот такие вещи. Но одновременно с этими формальными поисками идёт поиск словаря образов. То есть те образы, которые художник выбирает для того, чтобы выразить какое-то своё содержание. И в данном случае словарь художника понимается именно в этом плане. Не в плане поисков формальных каких-то элементов, а в поиске образов. Я хотела спросить у вас. Вы встретились на открытии выставки с профессором Сай Уилсон, которая провела беседу с вами. Какое у вас осталось впечатление об этой встрече? У меня осталось очень хорошее впечатление по нескольким причинам. Во-первых, совершенно неожиданно для меня была очень симпатичная аудитория. Я, поскольку, ну, как всякому художнику мне приходится встречаться со зрителями, то я очень хорошо чувствую аудиторию и чувствую, когда она скучает. Или когда она, допустим, ей что-то любопытно, но она очень мало что понимает. А здесь я чувствовал очень большую заинтересованность и, думаю, что и понимание тоже. Поэтому у меня осталось очень хорошее впечатление. Кроме того, я совершенно не ожидал, что будет столько посетителей на вернисаже и столько посетителей на этой беседе. Это тоже для художников всегда, по меньшей мере, приятно. У вас планируется выставка в Лондоне в апреле. Вы один будете делать эту выставку или с кем-то? Выставка планируется вместе с моим сыном, Павлом Пепперштейном. И пока что этот проект, хотя мы его и придумали, но он абсолютно в зачаточном состоянии. И я не знаю просто, чем эта вся затея кончится. А вы можете несколько слов сказать ваше впечатление о Пушкинском доме? Дело в том, что, будучи еще в Праге, я расспрашивал, конечно, о том, что это такое. И я опирался на свой опыт культурного русского центра в Праге. И, откровенно говоря, побаивался, что это будет что-то похожее. Потому что там основной контингент посетителей – это такие тетки советские, дико наивные, страшно восторженные от всякой чепухи. И, ну, в общем, короче, целый букет вот этой вот совковости там присутствует. Ничего подобного я здесь не увидел. И это еще одна приятная неожиданность для меня была. Много молодых людей было. И какая-то часть, я не знаю, какой процент, но, тем не менее, было много англичан. В то время как вот этот русский центр практически кроме этих русских теток никто не ходит. Так что у меня очень хорошее впечатление. И я, хотя очень коротко здесь, но я, тем не менее, обнаружил, что очень интенсивная жизнь идет здесь, в этом Пушкинском доме. И два слова об организаторах выставки. Кто организовал и курировал выставку? Куратором выставки являлась Нана Жветяшвили и ассистентом куратора Елена Волкер. Я чрезвычайно доволен сотрудничеством с ними обоими. Это было очень легко и очень приятно. Так сказать, все было подготовлено к моему приезду. Все работы были окантованы, подготовлены этикетки. Все было совершенно идеально. Так что мне оставалось только чуть-чуть скорректировать инсталляцию. И выставка была готова. Так что я очень благодарен и Пушкинскому дому, и обоим кураторам за совместную работу. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...